28-я средняя школа – одна из первых, на будинку которой появились QR-коды. Наклейки в форме светлофора не зауважат складана. Они сразу же протягнули увагу в ученях – молодших и старшоклассников. На такую худкую реакцию и различивала дорожная милиция, когда распроцовывала новый эффективный метод профилактики дорожных аварий. Скировал гаджет на QR-код и в остебе на экране получальный ролик. Ни какой-то теории наглядно, доступно и лаконично. Проважно и то, что тычется каждого. Госавтоинспекция разработала ряд профилактических роликов, которые были помещены на наш YouTube-канал Госавтоинспекции Обрестской области. Впоследствии были разработаны под них уже QR-коды. После мы разработали наклейки с этими QR-кодами. Мы пытаемся идти в ногу со временем, так как у каждого есть мобильный телефон, и все имеют возможность сейчас обратиться к интернету, в частности, посмотреть видеоролик на том же YouTube. Ролики с QR-кодами распроцовывают сопротивники ДАИ. Мьяны в свою чаргу обязают обновлять виды информации, узалеженности от актуальности. Сегодня наиважнейшая тема – светлоотбивальные элементы. Корыстных порадов и рекомендаций, связанных с беспечным дорожным рухом, множество мнений на кированы, как на дорослых, так и на дятей, как на водителей, так и на пешеходов. Дорога может состоять из одной или нескольких проезжих частей. Они отделены друг от друга. Все смартфонами и разобраться с QR-кодом – это удобно, это быстро. И, в общем-то, даже то, что оно на нашей входной группе – это доступно. Очень хорошая идея, потому что любой школьник, у которого есть такая функция на телефоне, который может отсканировать QR-код, может посмотреть интересные видео и довольно понятные о правилах дорожного движения. Наклики с QR-кодами «ДАИМ» появятся по всей области. Их разместятся на льзверах установлены школьные и середины эдукации на вокзалах, автозаправочных станциях, гандлевых центрах и в салонах громадского транспорта.